Дружба длиною в жизнь. Сотни фотографий, памятных альбомов, их выпускники факультета горных инженеров Дальневосточного политехнического института 1972 года бережно хранят всю жизнь. И признаются, дружить начали прямо с момента зачисления, в 1967 году. Звание горный инженер было все время в империи российской. Почему? Потому что это были люди, допущенные государственным заказом. Они несли государственную службу. Поэтому было звание горный инженер. Также была форма погонная, эмблемы петлицы. В группе их было 27 человек. Выпустили с тем же составом. И этим же составом всю жизнь старались поддерживать отношения. Их не разделили ни годы, ни разные страны, ни разные работы, ни семьи. Последнее обстоятельство, признаются эти горные инженеры, только сплотило. А вот навстречу спустя 47 лет пришли только 12 бывших однокашников. Некоторых из выпуска 1972 года уже нет на этом свете. Тем не менее, мы все равно собираемся. Просто заехал в Артем я. Гоша, ты на месяц? О, мы сейчас к тебе зайдем. Ну и зашли, поговорили, посидели. В этом году они отмечают 47 лет со дня окончания института. На встречах выпускников они не только вспоминают молодость, но и будто заново молодеют душой. А секрет долгой дружбы, признаются, прост. Потому что никто никогда ни от всего не требовал что-то дружим и что-то… Всегда рады просто были встречи. В эти июньские дни такие встречи однокашников проходят по всей стране. Свою студенческую дружбу многие выпускники институтов и университетов того поколения пронесли через всю жизнь. А многие, даже уже не молодые приморцы, готовы преодолеть тысячи километров, чтобы вновь встретиться со своей молодостью в стенах родной Альма-Матер. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на восьмом.